В нескольких километрах от станции Балагоя расположился поселок Озерный. Ничем вроде бы не примечательный поселок, самый обыкновенный. Но именно здесь, в маленьком домике, живет семья Александровых. Их судьба замешана и на высокой славе, и на унижении. А главное, на преодолении трудностей, которые не все и представить-то могут. Вот они, Анна Васильевна и Николай Тимофеевич. Сидят и спокойно так пьют чай. Наверное, это и есть настоящее счастье. Счастье, за которое надо было сражаться и побеждать. Гол, сильный. Выпривыкаешь, как ты не замечаешь его. А сначала, да, на танках шлям оденешь. Оши, прищегнил. Вообще, как говорится, послали, все плохо, как в танке. Танкистом, наводчиком орудия на Т-34, Александров стал в январе 43-го года. И было ему тогда 17 лет и один месяц. Сначала в школу попал, 10-й танковый учебный полк. Это под Горьком. Там сразу с учебки экипажи формируют. И танковый завод рядом сажают на шалоны Биби. Первый бой. Первая встреча с врагом. У него это было под Киевом. Ощущение. Ну, просто, знаете, пока не началось, тошновато. А ночи нет, уже ничего не очищаешь. Я лезь вот так вот. А пока это еще машину не завели, мотор не заработал, страх берет. Все-таки мысли работают. Сейчас вот они. 6 ноября освобождали столицу Украины. И здесь, вместе с немецким осколком, Александров получил самую любимую солдатами медаль за отвагу. Затем Львов. И снова ранение. На гусеничной тяге в составе 4-го танкового отдельного прорывного Кантемировского корпуса проехал всю Украину. Русские танки – это самолеты, а не танки. Это вообще молодцы конструкторы сделали машины. Моё распространение, заряжающий был. Я уже, ага, вижу, какая цель, что нужно. С пулемета ничего не делаешь. Можешь команды заряжающим. Осколочный гранат атакует. А я за прицелом только сидела, и всё, стрелял. Что самое интересное, за всю войну наводчик Александров не подбил ни одного танка противника. Их прорывной танковый корпус выполнял совсем другие функции. Ну, без танка делать, конечно, нечего. Танки всегда делали прорывы. Без танков не прорвешь оборону фронта. Наша вкуса состояла сделать прорыв в брешь, на что мы способны были. Сразу навалимся, и всё, и впустить войска в этот брешь. И всё, и назад отходим. А с танками у нас боролась СУ, самоходная филлерия. Она сразу за нами идёт. Появились немецкие танки. Мы продолжаем своё дело делать. Самоходки начинают разговаривать с танками. Польша. Кадр кинохроники. Наши танки въезжают в освобождённые города. Радостные люди бросают танкистам букет цветов. Александров видел совсем другое. Было с гранатами в букетах Польши. Вот как нас встречали. Я это польшу, господи, ух. Врядный народ. Вот это ищена правда, я говорю. В букетах гранат. За домов кидали. У каждого своя правда о войне. Одно неизменно. Кровь, боль, страдания. Шесть танков сгорело под Александрову, а он выжил. Новый экипаж и в прорыв. 18 марта 45-го года. Нас тоже подпили. Прилично ранило меня. И обгорел. Об этом последнем бое, говорит Николаю Тимофеевичу, особенно тяжело. Под Берлином. Хутор. Дорога. Чуть поодаль лесополоса. Заняли позицию у дороги. Там и приняли бой. Для многих танкистов, ставший последним. Немцы подожгли два наших танка. Третий, в котором был Александров, проскочил к лесополосе. И тут получил фаус-патронов в башню. Когда контуженный ударной волной Александров очнулся, то увидел, что все в экипаже погибли. Сразу сбил пламя, подбирающийся к боеприпасам. А в нескольких шагах от подбитой машины – немцы. Невероятным усилием он развернул уцелевший пулемет в сторону противника и открыл огонь. Контуженный и обгоревший наводчик продержался, отбивая атаки более часа. Подошли наши. И в госпитале День Победы встречал уже герой Советского Союза Николай Тимофеевич Александров. Было ему тогда 19 лет. Не так, а у нас семьи пять человек было. Одна сестра и четыре братца. Второе на фронте участвовали. Один погиб. Один инвалидом пришел. С 22-го года. Он как раз пришел, а меня оружали. Шесть полученных им на фронте ран болят, наверное, меньше, чем это. Касаться ее больно и сегодня. 46-й год. Он – герой-победитель с боевыми наградами на гимнастерке. По глупости взяли трофейные пистолеты. На память ли, так ли, на всякий случай, на пистолеты нашли. И наказали героя Советского Союза Александрова не просто строго, чудовищно. Его обвинили в создании террористической группы и дали 15 лет лагерей. Вместе с этим лишили всех званий и наград. Был герой – нет героя. И началась новая эпоха в жизни Александрова. Куда более жестокая и несправедливая, чем война. На фронте понятно. Это враг, это мы и за нами Родина. И вдруг Родина называет врагом тебя. Был у Александрова Магадан. Невероятные по своей лютости морозы. Был нечеловеческий труд. Золото добывающий прииск на Колыме с издевательским названием «Бодрый». Кроме того, уголовники особенно ненавидели солдат-победителей. И почти каждый день в туалете находили одного-двух, то ли повесившихся, то ли повешенных фронтовиков. Александров понимал, что так очередь может дойти и до него. И бежал. Однако, промотавшись два месяца по тайге, вернулся обратно. Добавили еще пять лет лагерного режима. Перевели в Якутию. Оттуда по совету товарищей Александров написал одно письмо своим сослуживцам в Кантемировскую дивизию, а другое бывшему фронтовому командиру корпуса, а в то время депутату Верховного Совета и маршалу бронетанковых войск Павлу Полубоярову. Просил помочь с пересмотром его дела, разобраться. И примерно через год, оттрубив в лагерях в общей сложности 16 лет и 2 месяца, Николай Тимофеевич вернулся в родную тверскую деревню Нарачино. С этого начинается третий период его жизни. В соседней с Нарачино деревней Выползова жила Анна Васильевна. Одна с тремя маленькими детьми. Пережила ужасы бомбежек, еле-еле концы с концами сводила. И так получилось, что приглянулась Анна Васильевна Николаю Тимофеевичу, а он приглянулся ей. Сердце потянулось к сердцу и... Короче говоря, стала Анна Васильевна для Николая Тимофеевича его первой и единственной любовью. И появилась Выползова новая семья – Александровых. В те годы местные власти Николая Тимофеевича жаловали не особо, а уж за ветерана войны не считали тем более, как-никак бывшей заключенной. Поэтому и помощи от властей никакой. Жили трудно. Но даже тогда Николай Тимофеевич верил, что герои бывшими не бывают. И не уставал писать письма в высокие инстанции с просьбой вернуть ему боевые награды. И вот однажды, когда вера в справедливость совсем была у него источилась, в поселок Озерный поступило правительственное послание, в котором сообщалось, что указом президента Российской Федерации от 1 ноября 1994 года Александров Николай Тимофеевич восстанавливается в правах названия Героя Советского Союза. Так он второй раз возвратился с войны. Второй раз победителем. Обычно мы выходим с закрытыми носами. Живем, мол, хорошо. Всего хватает. Пенсия приличная. Дети приезжают, говорят Александровы. Только вот здоровье обоих не достает. А еще беспокоит Николая Тимофеевича вот что. Как кончались все эти войны. Хватит пацанов душить. Войны-то начинают, а на руху это пацанов. Сонинка. Хватит пацанов. boяи сонинка. Субтитры создавал DimaTorzok